Привет, меня зовут Аня. Началась осень, начался учебный год, и это первый раз за последние 11 или даже 12 лет, когда мне не нужно ходить на учёбу. Когда я половину первого сентября просто проспала, и не потому что на первое сентября выпало воскресенье, а потому что я больше не учусь в школе, я закончила её в этом году. Я поняла, что сейчас, глядя с высоты своих нынешних лет на весь процесс обучения, у меня накопились некоторые наблюдения, некоторые вещи, которые мне хотелось бы, чтобы мне рассказали раньше, и которые, я думаю, облегчили бы мне немного, ну хотя бы отношение ко всему этому, если не в целом весь процесс. Потому что для меня учёба, особенно ближе к концу, особенно в 11 классе, стала просто каким-то адом, было нелегко. Я буду очень рада, если вдруг своими советами и какими-то наблюдениями я помогу вам. Но я хочу напомнить, что всё, что я скажу в этом ролике, это, естественно, неправда в последней инстанции. Вам не обязательно мне верить, вам не обязательно этому всему следовать. Вы можете просто послушать, и если вы найдёте какую-нибудь интересную мысль, то можете взять её себе на заметку. А можете и не брать. Короче, это всё, это просто мои наблюдения. Первое. Помните, что всё конечное. Помните, что как бы вам не было трудно, неуютно, некомфортно, школа закончится. Это всё не бесконечно. Это пролетит быстрее, чем вам кажется. К чему я вообще это говорю? Иногда в моменте хочется иногда даже руки на себя наложить. От того, насколько сложно, от того, насколько тебе кажется, что тебя не понимает весь мир, потому что школа, она ещё ложится на наш подростковый возраст, когда там некие процессы происходят у тебя в голове. И в целом это очень сложный период. В общем, пожалуйста, не опускайте руки и помните, что это всё закончится. Второе. Работайте на репутацию. Я не знаю, замечали вы или нет, но репутация намного важнее оценок. На самом деле всё, что угодно в этом мире намного важнее оценок, но об этом в другом пункте. К сожалению, как бы это ни было нелогично и несправедливо, но в школе некоторые, не все, я бы сказала, многие даже, оценивают нас через призму своего собственного мнения, своего собственного какого-то ощущения от ученика. И если изначально зарекомендовать себя как плохиша, какая-то совокупность многих, на самом деле, факторов, складывает о вас то или иное впечатление. Поэтому я бы посоветовала изначально, в начале года, пока есть ещё силы, пока есть запал, немного постараться над репутацией, не спорить с учителями особо сильно. Постараться выполнять их задания, чтобы у вас уже была какая-то хорошая репутация. Её можно улучшить, кстати говоря. Особенно если вы перешли в новую школу, то там это очень важно и очень может помочь. Потому что зачастую людям с хорошей репутацией оценки завышают, а людям с плохой репутацией занижают. Это несправедливо, это тупо, это ужасно, но, к сожалению, во многих случаях это работает именно так. И редко когда нас оценивают чисто по нашим работам. Как человек с хорошей репутацией могу сказать, что это реально так. У меня золотая медаль, красный аттестат, то есть все пятёрки. Но при этом я не знаю все эти предметы действительно на пятёрке. Я действительно хороша в каких-то предметах, но по большей части мои хорошие, отличные оценки, они складываются из хорошей репутации и какой-то изворотливости. Если изначально постараться над этим, то будет проще. Потому что даже если вы в последствии где-то не выполните какое-то задание, что-то не донесёте, где-то провалитесь, то к вам отношение будет уже более снисходительное. Не пытайтесь распылиться на всё сразу. Что я имею в виду? В нашей системе образования очень много предметов, и они все очень разные. Как и мы с вами. Мы тоже все очень разные. Кому-то нравятся одни предметы, кому-то другие. Кого-то больше тянет к наукам, кого-то к творчеству, кого-то к спорту. Мы все капец какие разные. А система образования наша этого не предусматривает. Нам не даётся право выбрать предметы какие-то, которые нам понравились. Не пытайтесь успеть прям за всем этим, везде получить хорошую оценку, везде сдать домашку вовремя. Потому что это капец как сложно, и это очень быстро приводит к выгоранию, к усталости. И тогда вам начинает не хватать сил и на те предметы, которые вам действительно нравятся, и которые доставляют вам удовольствие. Я, конечно, не могу советовать совсем забить на какие-то предметы, но лучше углубиться в то, что вам приносит удовольствие хотя бы. Потому что так жить намного проще и намного легче, когда вы делаете то, что вам нравится. И не переступайте через себя, не делайте через силу. Особенно это актуально в годы, когда экзамены ОГЭГ. Если распыляться на все предметы, то вряд ли получится должным образом подготовиться. Лучше выбрать себе несколько направлений интересных, нужных, важных и идти по ним. Все остальное уже более второстепенным образом изучать, сдавать. И главное, помните, что это нормально не успевать за всем. Это нормально, что где-то вы хороши, где-то вы плохи. И то плохи — это понятие очень растяжимое, потому что что значит плохи? Это значит, что у вас тройка по этому предмету. Я ненавижу систему оценивания, потому что это как будто клеймо какое-то. Вот если у тебя тройка, то все. Ты троечник, ты ужасный, ты тупой. Камон, это вообще не так. И вот следующий пункт как раз об этом. Поверьте, оценки вообще, блин, ничего не значат. Я думаю, все прекрасно поняли, что зачастую оценки выставляются несправедливо. В зависимости от репутации той же. В зависимости от... Не с той ноги встали. Вот день такой странный, вы просто менее внимательны, чем обычно. И даже тот материал, который вы знаете вот так вот на зубок, там вы где-то ошиблись, где-то невнимательно посчитали, где-то там минусик забыли, все, уже минус балл. И из этого всего складывается эта клеймящая оценка, которая в дальнейшей жизни вообще нигде не понадобится. Я не знаю, вот я работаю уже, я веду YouTube, и вы думаете, хоть один человек, хоть один рекламодатель, хоть один работодатель спрашивал у меня, какие у меня, блин, были оценки в школе. Нет, потому что это никому не интересно. Потому что если вы человек, который будет своей работой гореть, если вы сможете выполнять какие-то задачи вовремя, если вы приветливый, отзывчивый, если вы в целом соответствуете каким-то качествам хорошего сотрудника, то всем вообще с высокой колокольни будет плевать, что у вас там за цифры стоят в аттестате. Это важно только при поступлении в колледж, по сути, потому что даже в универе же не смотрят на именно школьные оценки. Оценки ничего не говорят ни о вашем интеллекте, ни о том, на что вы способны. Вообще, короче, они ни о чем не говорят. Я считаю, что важно в человеке другое. Окружите себя вещами, доставляющими вам удовольствие. Я знаю, насколько во время учебы мир кажется серым, непривлекательным, депрессивным, насколько иногда опускаются руки. Есть вещи, на которые повлиять мы можем. Постарайтесь уделить внимание деталям, сделать так, чтобы были какие-то вот такие, возможно, мелочи, но которые будут даже в самое плохое время вас радовать, дарить вам какие-то дофаминчики, эндорфинчики. И мы действительно не всегда уделяем этому должное внимание, но на самом деле вот эти вещи, которые нас окружают, они очень важны в создании общей атмосферы, общего настроения и вашего же самочувствия. В школьные годы я заметила, что когда в моей комнате чисто, уютно, когда на мне одежда красивая, которая действительно доставляет мне удовольствие, и самое главное, она удобная, и когда в моих руках милая, полезная, крутая канцелярия, то мое эмоциональное состояние, оно намного лучше. И даже сейчас, когда я уже не учусь, мне доставило огромное удовольствие использование канцелярии от Канцпарка. Это магазин, где представлено множество канцелярских брендов, и прелесть в том, что он может оказаться вам полезным вне зависимости от того, чем вы занимаетесь. Например, мне эта канцелярия очень помогает в работе и радует глаз. Мне нравится, что даже, казалось бы, будучи взрослым работающим человеком, я не отказываю себе в использовании тетрадки с хищницами или ручки с единорогом. Ведь эти вещи действительно умиляют меня и заставляют улыбаться, так почему нет? Сейчас у Канцпарка действует акция канцелярики Бум. Покупая у них в магазинах товары от 1500 рублей, вы получаете в подарок милый набор стикеров канцелярики. А при покупке любых товаров от 6000 рублей, вы получите удобный шоппер и набор тематических стикеров канцелярики. Если зарегистрировать чек у них на сайте до 11 сентября, то уже 14 сентября можно выиграть канцбоксы, самокаты, велосипеды и сертификаты в магазин. Обязательно переходите в описание, там будет информация о том, как найти магазин Канцпарк в вашем городе и ссылка на сайт, куда нужно вбить чек. Я думаю, это прекрасная возможность приобрести приятную и практичную канцелярию на учебный год, а также получить призы. В 9 и 11 классе вы не делаете выбор, решающий всю вашу дальнейшую судьбу. Я слышала, что многие употребляют такую фразу, говоря о том, что вот нас, маленьких детей, в 15 или в 17 лет заставляют делать выбор, то есть, по сути, выбирать предметы, которые мы будем сдавать, а от этого будет зависеть специальность, на которую мы поступим. И что это несправедливо, что в таком раннем возрасте мы должны определить род деятельности на всю оставшуюся жизнь. Я отчасти согласна с этим, но с другой стороны, come on, всегда есть другие выходы, всегда есть другие пути. ЕГЭ, ОГЭ можно пересдать, можно взять gap year, отдохнуть, подготовиться к экзаменам, можно вообще не идти в университет или в колледж. Можно пойти на курсы, устроиться на работу. Может быть, вы, не знаю, например, отучитесь в университете, и уже по окончанию университета поймёте, что это не то, чем вы хотели бы заниматься. И всегда можно изменить выбор. Это не значит, что вот если вы выбрали сдавать литературу и английский, то вы там поступите на какую-нибудь условную журналистику, будете заниматься этой журналистикой до старости, пока вы не уйдёте на пенсию и не умрёте. Нет, нет, всегда можно изменить профессию, всегда можно найти тот род деятельности, который будет вам по душе в конкретный момент. Люди, они не стоят на месте, наша жизнь — это постоянное развитие и это постоянные перемены. Мы не можем интересоваться одними и теми же вещами абсолютно всю жизнь. У нас так или иначе меняются увлечения, меняются хобби, меняются взгляды на жизнь. Меняется смысл жизни, возможно. Держите в голове то, что ваш нынешний выбор тех же предметов или специальности — это ваш нынешний выбор, и вы не знаете, как повернётся жизнь через 4 года, через 10 лет. В университете можно учиться не только в 18-22, можно отучиться там и в 45. Пожалуйста, относитесь к этому проще. Это не что-то судьбоносное, что вам нужно вот в 15 лет решить, железно, и всё. Вот, ну, меняется всё, время меняется, всё меняется. Поэтому не бойтесь совершать ошибки, не бойтесь наступать на какие-то грабли. Жизнь, она и создана для того, чтобы ошибаться, для того, чтобы делать какой-то выбор. И запомните, что любой ваш выбор правильный. Потому что в конкретную секунду, с таким набором информации, вы сделали этот выбор, и вы не знали о последствиях. Поэтому всё хорошо. Just calm down и идём. Как нам кажется правильным сейчас. Окружающие думают о вас намного меньше, чем вам кажется. Я знаю, что особенно в школьные годы многим свойственно загоняться из-за каких-нибудь, условно там, стыдных ситуаций. Многие думают, что, не знаю, там, все одноклассники до конца жизни будут помнить, как вы облились чаем в столовой в шестом классе. Нет. Поверьте, все посмеются и забудут это. Люди, в целом, это касается не только школы, окружающие, они думают о вас намного меньше, чем кажется. Вы думаете о себе много, потому что вы — это вы. И вы живёте свою жизнь. Поэтому, конечно, вы думаете о каких-то происшествиях. Людям вокруг, им зачастую всё равно на вас. У них есть своя жизнь. Конечно, если она у них скучная, то они, возможно, найдут повод для каких-нибудь сплетен, ещё для чего-то. Но в целом забейте. Вот просто забейте на них. Если есть какие-то недоброжелатели, то их можно только пожалеть. Им, скорее всего, очень скучно живётся, у них, скорее всего, нет своих целей, если они позволяют себе над кем-то смеяться, сплетничать, унижать кого-то. Вот только пожалеть и идти своей дорогой. Если вы планируете поступать в университет, и у вас есть выбор между тем, чтобы получить золотую медаль, либо уделить больше времени подготовке к ЕГЭ, выбирайте уделить больше времени подготовке к ЕГЭ. Почему? Потому что я напоминаю условия для получения красного аттестата с золотой медали. У вас в аттестате должны быть все пятёрки, которые складываются из оценок за 10-11 класс, и вы должны набрать по предметам на ЕГЭ не менее 70 баллов, либо не менее 5 в случае базовой математики. Возможно, условия могут меняться с годами, но в моём году это было так. И что вообще даёт эта медаль при поступлении? Она даёт от 3 до 10 баллов. 10 баллов — это очень редкий вариант. То есть чаще всего вузы ставят минимальные баллы вот за это вот всё. И я отвечаю, эти 10 баллов, их намного легче набрать на ЕГЭ вторичных. Золотая медаль, она в основном даёт плюсики школе, в основном статистику. Золотая медаль, она действительно требует пахать. Вот пахать поля, разгружать вагоны и делать это 24 на 7, и вы опять-таки распыляетесь на все предметы, вместо того, чтобы взять и углубиться в то, что действительно нужно, действительно полезно. Поэтому, если такой выбор стоит, то ЕГЭ в приоритете, как мне кажется. Не теряйте себя. Система образования пытается загнать всех под одни рамки, пытается заставить всех мыслить клишированно, писать клишированно. Не забывайте про себя, не забывайте про то, что вам интересно помимо школы, чем вы горите, когда приходите домой, к чему вас тянет. Уделяйте время именно этому, не забывайте про какие-то радости, сохраняйте свою индивидуальность. Если вы среди ваших одноклассников, например, очень сильно выделяете чем-то, не знаю, возможно, одеждой, возможно, какими-то шутками и так далее, не подавляйте это в себе. Это ваша изюминка, это ваша гордость. Кому-то это может быть непонятно, но это исключительно проблемы этих людей. Вы все, каждый из вас абсолютно индивидуальный человек со своими интересами, со своими взглядами, и я просто призываю не забывать о них, не опускать ручки и не поддаваться вот под этот школьный конвейер, который хочет выпустить одинаковых учеников, а вспоминать про свои интересы почаще, следовать им. И тогда на выходе из школы вы останетесь личностью, и у вас будут свои цели, свои желания, свои стремления. И завершающий, десятый пункт, важнее всего вы. Ваше ментальное состояние, ваше физическое состояние, это все намного важнее, чем домашка, чем Марья Ивановна, чем несбывшиеся амбиции мамы. Это все просто вот где-то вот там и вот здесь превыше всего ваше собственное самочувствие. Заботьтесь о себе. Знали бы вы вот за эти годы сколько бессонных ночей я провела за домашкой или за тем, что я хотела начать делать домашку. В итоге не спала полночи, там до четырех утра, и я и домашку в итоге не сделала, и не поспала, и пошла в школу просто как какой-то овощ. Это все того не стоит. Нет. Никакие оценки, никакая похвала от учителей, от родителей, это все не стоит потерянных нервов, потерянных слез. Ставьте себя в приоритет. В моменте, если есть, конечно, возможность, выбирайте всегда себя. Только себя. Только свои ощущения. Да, я сейчас задумалась о том, сколько ошибок совершила я. Я надеюсь, что вам было приятно смотреть это видео. Возможно, что-то было полезным или хотя бы интересным. Можете поспорить с каким-то моим мнением в комментариях. Это не возбраняется. Главное делать все аккуратно, бережно. Я желаю вам удачи в обучении. Хочу обнять каждого из вас. Посылаю вам гигантские длинные лучи любви. Всех вас очень люблю. И желаю вам всего самого хорошего. Всем пока. И обнимашки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok